Знаменитый пляж Ривьера Сочи. Я ожидал чего-то больше увидеть от пляжа Сочи. Теперь вы знаете, как растет Киви. Вот это сосуды! Всем привет! Вы на канале Интересные Путешествия. И мы сегодня в самом городе Сочи. Привет! Первые впечатления такие, что мы попали куда-то в какой-то советский фильм, наверное. Вот мы доехали до здания вокзала. Ехали полтора часа. Дорога была очень сложная, утомительная. Надо как-то сейчас взбодриться. Даже не представляю, как. Огромные пробки, трафик. В общем, жесть. А так вообще, если подальше от дороги держаться, то приятно вообще гулять. Ресторан и караоке паштет. Паштет! Почему паштет название, как думаешь? Какие могут быть ассоциации? Почему в английском? Так, это ресторан, игрок в караоке паштет. Почему? Еще и латинскими, да. Мне вообще тут название кафешек забавляет. Какие мы только уже не видели. Огромный торговый центр. Атриум. Атриум, ага. Ну, я теперь буду знать. Та-дам! Это ДК или торговый центр? Интересно выглядит. Да, отголоски. Мозаика. Ну да, большие отголоски. Ну вот обычная кафешка. Кафе Лечо, например. Рубленный бифшек 177 рублей. Ромашний, блин, 100 рублей. Рассыпчик и плов с ягненком. И говядиной. 207 рублей. Сейчас посмотрим, где высокие цены. То все жалуются, что в Сочи цены какие-то завышены. Сейчас посмотрим. Да, на самом деле мы летели в Сочи, чтобы найти высокие цены. Ну да, что-то у нас не получается в какой пятый день найти. Еще, смотри. Еще одна кафешка. Пицца. 350-450 рублей. Мясные блюда. 280. Морепродукты около 400. Первое блюдо. Суп лапша. Где-то 200 рублей суп стоит. Закуски, салат где-то 250-300. Спагетти 100 рублей. Чай 200 рублей. Это я смотрю, в Сочи сплошная пробка. Как только подъезжать начали в Сочи, попадали в пробки, пробки, пробки. И здесь вот вообще все всегда стоит. Дошли до порта. Марина, вон вижу, написано. Ну что-то... А где яхта красивая? Где Абрамовича яхта? Я что-то не понимаю. Пошли, вон там. Там будет стоять? Да. Ну я надеюсь, а то это какие-то потюрки детские. Почему наедутся? Не, спасибо, у нас не в денежах. Мы уже все пропили. Вот, ребята, это идеальный ответ. Но если к вам уже 28 миллионов человек подошлось, Боря вложила, а вам это не надо, вы просто крыть, что у вас нет денег. Вы им станете сразу неинтересны. Ну вот здесь уже что-то поинтереснее есть. Какие-то яхточки. Ну с Черногорией, конечно, не сравнится. Но тем не менее, все равно неплохая такая Арина. Да. Да, конечно, потому что такая водичка портовая. Да, единственное, тяжело здесь гулять, потому что здесь без остановки эти яхты предлагают. Надо говорить, что у меня свои есть. Как думаешь? Мне кажется, что это прокатит. Да, у нас это вред. Нет? Потому что это неправда. Почему? Я не знаю. Яхты же бывают большие и маленькие. А мне вот нравятся черные яхты. Ну это какая-то зеленая, серая, непонятно какая. Вот черные яхты, они выделяются и смотрятся стильно. А если вы до сих пор задумываетесь, приезжать ли в Сочи отдыхать или нет, то я вам могу без сомнений сказать, что обязательно приезжайте, потому что у нас такие же были сомнения по этому поводу. И мы уже здесь пятый день и ни разу не разочаровались. Цены нормальные, отдых классный, море супер. Единственное, пляжи, конечно, не лучшие. А мы бронировали тур по ссылке в описании. Плюсом является то, что вы не выходя из дома можете забронировать тур. Все документы вам приходят на почту, тем самым вы экономите свои нервы, деньги и время. Представляю, если вы приезжаете в Сочи на машине, как вам запомнится Сочи и отдых в Сочи. Примерно вот, наверное, так. Что ты делал? Я стоял в пробках. А что ты видел? Я видел другие машины в пробках. Помните про название? Говорил босиком. Написано транслитом. Я вообще не знаю, как это прочитать. А здесь просто бар не бар. Три кедра кафе. Как они эти названия придумывают? Ура! Кажется, мы добрались до точки назначения. Знаменитый пляж Ривьера в Сочи. По ценникам шезлонги также 300 рублей. Шезлон 300, шезлон 150. В принципе, ценники, считай, такие же, да? Такие же ценники, как и на других пляжах. Поэтому все здесь нормально. Вот все благоустроено. Кабинки все есть, туалет есть. Все отлично. Пляж даже побольше, чем в Адлере. Серый песок. Мне, например, не нравится этот серый песок. Он выглядит как грязь. Особенно, когда выходишь из воды и измазюкиваешься в нем. Народы. Да я бы не сказал, что много здесь людей. Немного. Достаточно, но не сильно много вообще. Уважаемые обещающие! Купание за первой линии Болеострона запущается! Ну вот так. Как-то странно все лежат. Пойдем просто посмотрим. А почему так все лежат на первой линии, а на второй уже как бы никто не хочет почему-то. А, все на камушках хотят, я понимаю. Ну блин, очень сложно мне пляжами это назвать. Такое ощущение, как будто на каком-то озере. Ну на шезлонгах все ладно, нормально, отлично. На шезлонгах лежать вот так. В принципе, удобно. А вот там лежать это, не знаю, на любителя. Строго на любителя. В общем-то, я скажу, пляж Ривьера ничем особо не отличается от других пляжей. Я считаю, что сверху был проект того, как будет выглядеть благоустройство сверху. Там такая парковая зонка, будет очень симпатичная, но здесь обычная. Причем рядом порт, понятно, я делаю, что водичка тут уже так себе грузит. Немножко грязноватая. Ну, здесь песок, здесь серого песка. Я так и думала. Раньше нам просто всегда писали, что вот из-за песка вода может быть там всегда грязная, сказать, типа грязная. Дело в том, что просто у нас белый песок, и песок, короче, влияет у нас частоту воды. Здесь, да, из-за серого песка, она немного мутноватая. Да, это очень. Мое мнение, если вы приезжаете на отдых в Сочи, то вот надо ехать отдыхать, не само Сочи. Адлер, район вот и Меретинка, как у нас, совсем другое дело. Там как-то поприятнее. А здесь получается какой-то вот обыкновенный городской пляж. Но, тем не менее, все-таки именно пляж в Меретинке мне больше всего понравился. Он поприятнее. Там нет вот этого песка непонятного. Там как-то получше, водичка лучше, покрасивее, да? Ну, единственная водичка, конечно же, теплая. Норода плавает много. Начало июля. Сезон в самом разгаре. Но пляжи все-таки это не конек в Сочи. Я ожидал чего-то больше увидеть от пляжей Сочи. Пляжами немножко я разочарован, если честно. А по поводу цен, кстати, многие люди говорят, что именно в Сочи очень высокие цены. Напишите тогда, пожалуйста, из какого вы города. И если у вас в городе цены ниже, то я обязательно к вам приеду погостить ваш город. Раз у вас такие низкие цены, ниже, чем в Сочи, значит, у вас очень классный город, в котором будет довольно бюджетный отдых. А мне здесь больше нравится сам променад. Он такой современный, прям классный променад с пальмами, красивый. А вот сам пляж, конечно, не очень понравился. Это так, мягко говоря. Тут и тоже так же кафешки всякие, сувениры. А вот здесь здорово, совсем другое дело. О, какие цены, большими буквами. Салаты, наверное, оливье. Ну, салат в среднем 60 рублей. Гуляш янхали 50 рублей. Гуляш 120. Вы сами видите. Увощи 60, кабачки по 40. Ну, увощи рублей по 40. Котлета 80, глупцы. На паузу можете нажать. Гуляш по-французски 150 рублей. Супы 70, 80. Солянка с морозой. Сурба 140. Окрошка 80. Нормально. Завтраки, сырники 75 рублей. Блинчики 30 рублей штучка. Булочка 50 рублей, сочечка 50. Подлива 5 рублей. Жюльен 85. Нормально, что я не знаю, абсолютно. Ну, сразу, да, все есть. Салатик, 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 салатик. Нормальная еда, еда. Так что где там Сочи дорого? Я не понимаю. Может, мы в другом Сочи находимся? Как думаешь? Может, и все люди по-другому Сочи говорят, что Сочи дорого? Вот сверху мне намного пляж больше нравится. Вот так сидишь. Прям очень красивое место сделали. Мне нравится. Вот если бы у нас такое тоже было, я бы был в восторге. Просто сидишь, можно тут и позагорать, и просто посидеть, расслабиться. Может, перекусить даже. И посмотреть на супер-суперские виды на Сочи. Сам пляж, конечно, не дотягивает до какого-то супер-пляжа. Но вот территория, как сейчас она благоустраивается. Я так понимаю, это только начало благоустройства променада. Вот это совсем другое дело. Мне это нравится. Я думаю, наверное, на следующий год это все сделают. И будет повод вернуться в Сочи и посмотреть, как сделали вот эту всю прибрежную территорию. Потому что вот эта концепция, которую вы видите на заборах, мне очень нравится. Но стоит отметить то, что сам пляж имеет голубой плак. А сейчас мы едем показывать вам уникальные места в Сочи, которые еще никто не показывал. А мы с каналом «Семья на море», они позади, приехали на винодельню. Сегодня покажем вам новые места в Сочи, которые вам еще никто не показывал. Они не кусаются? Нет, тут тепло. А то, что они рядом летают? Ну, это нормально. Всегда так подходим. Не кусаются. Сходи, я боюсь. Нет, я так и смотрю. Как же растет киви. Теперь вы знаете, как растет киви. Вот так растет киви на кустах. Ай, что хвостомашек. Медвежонок маленький. Классный. Виноградники вот здесь есть. Настоящие виноградники. Что, черешня? Да. Слесня? Луча. Да, вкуснее, это более кислое, да? А вот и самое главное место, да? Класс. Погребок. О, какой звук. Привет, Зиноп. Нет, ну есть такая сада, с такими вы вообще не видели. Нет, ну есть такая сада, с такими вы вообще не видели. Вы оглядели, и что за ровно? Леша, да? Леша. Леша один раз, не знаю, он был. Это русские, что-то. Хорошее вино? На дегустацию, по-моему, не, на дегустацию, по-моему, я просто так назвал, как в России. Дегустация удалась. Мы приехали, и потом приехали из Камчатки, подписчики мы с ними, и они там это уже спили. О, я помню, да, это вспомнил. Зашкир на том, Аня. Замок очень приятный. Приятный, приятный. Неожиданно прям, да? Не то, что там забыло. Ха-ха-ха-ха-ха. Действительно хорошее. А, уже где-то было. Что-то должно ей не понравиться. Мы делаем ассортимент большой, и, как правило, всем предлагаем попробовать, чтобы выбрать то, что нравится. Ну, вот это вкусно пахнет, почти шампанское, вот как у меня в руке. Вот это. Приятный запах такой шампанского. Алё, алё. Может, даже немножко орехов. А это что, это тоже? А, сейчас, две секунды. О, это потяжелее. Ну, вот так. Кто такой, знаешь, приятный? Материнка. Пойдёмте изведывать тайны погреба. О, как красиво выглядит. Вот это сосуды. Вот это сосуды. Обалдеть. Обалдеть. Всё подписано. Огромное интересное. Место такое прям аж... Как вино. Откуда захватывает. Я даже не попробовала, не пока увидела вот это. Сухое и кисленькое, хорошее. Ну, такое неплохое. Сейчас же, наверное, она пробуется. В машине петь будет. Пошли к козыря. Малиновое вино. Это просто нечто. Настойка, да, малиновая? Ну, запах вообще невероятный. Прям как варенье, да. Запах варенья. Мы забирали? Иделино. О, как же пахнет. Просто шикарно. Делаем, но опять же, потому что мы не вспомнили. Попробовали чачу. Я думаю, что там градусов 30. Мерим. Смотрите, теперь вы, и с правой стороны шкала. С правой. Видите? Да, вижу. Цифры, видите, выше 40. Да, вижу. Вот это конец. Это такая черточка еле видная, да? То есть промежуток между белым и синим. Ты куда смотришь? Бинокль что ли? Там нет ничего. Вот, видно вон. Друзья, кто будет в Сочи? Бабушкина хата. Инстаграм, есть сайт. Можете зайти, договориться на дегустацию. Можете купить офигенское вино. После дегустации решили заехать на чайные плантации и устроить небольшой пикник. Вы только посмотрите, какая красота. Зелень невероятная, горы. Красота просто супер. Это все в Сочи есть, все недалеко. Вы думаете, как получаются крутые фотки для Инстаграма? Вот оно, бэкстейдж со съемок. Вот он, зеленый чай. Ничем не пахнет, если честно. Его здесь очень много, его здесь выращивают. Можно приехать просто пофоткаться, устроить пикник, сделать обалденные фотки. Кстати, подписывайтесь на Инстаграм, ссылочка в описании. Там конкретно фоточки, и увидите. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Лежать на море просто тюленем Это впечатление, не знаю, бабушке 90 лет Приезжайте в неизведанные места Вот такие, как вот эта чайная, например, плотация Или вот как мы заехали на винодельню Или сейчас поедем на водопад У вас впечатлений будет намного больше от отдыха И вы захотите дальше путешествовать Вы захотите изведывать новые места А если вы просто лежите на море Вы получаете только солнечный удар И алкогольный удар, понимаете? И никаких впечатлений об отдыхе нет Я понимаю, негативные есть отдыхи Негативные отзывы есть об отдыхе в Сочи Или вообще в Турции Или в других местах Человек лежит всегда на море Отдыхает и бухает И у него потом голова всегда на утро болит И он приезжает, и вот у него люди спрашивают Ну как ты отдохнул? А он всегда отвечает Да я не знаю, с утра каждый день просыпался И голова болит, а еще сгорел Ну естественно, потому что надо ездить Вот, посмотрите Да мне кажется, сейчас вот вы смотрите видео И хотите приехать в Сочи Чисто вот сделать фотографию, правильно? Поэтому не ленитесь, не ленитесь Берите какие-то экскурсии или сами Можете машину в аренду взять Приезжайте, отдыхайте, классно Приехали на Змейковские водопады И еще одно уникальное место О котором вы точно не знали И которое находится в Сочи И вообще все эти места, которые мы вам сегодня показываем Находятся в районе Мацеста Это район Сочи такой С вот такими очень живописными достопримечательностями Речка здесь такая течет И вот он, шикарный водопад Причем он в два уровня действительно Сейчас покажу поближе Тут надо по вот таким вот камушкам Осторожно пробираться Дело мы любим, умеем Практикуем каждую поездку Шумит водопад Сейчас я подойду потрогать водичку Потому что очень интересно Обычно водопады холодные и холодные Да, вода прохладная, но очень приятная Жалко, конечно, что мы без купальников Без полотенчиков Ну вот так вот можно нырять Это знаете, мы в Таиланде нас как-то привезли на водопад А он высох И вот здесь я вижу в Сочи Ничем не хуже места С реальным водопадом, которые существуют Ну тут действительно классно И тут же с правой стороны вывески купания в водопаде запрещено Прыгать и нырять строго запрещено Опасный камнепад Продолжаем нашу прогулку по городу Сочи Решили прогуляться дальше Гуляем по торговому центру Атриум Здесь просто прямо идете и все Он очень длинный Да, очень длинный И здесь слева и справа магазинчики Вообще, с наступлением вечера в Сочи становится многолюдно Выходят люди, да, гуляют И на скейтах катаются В Сочи есть классные парки с пальмами Да, можно просто наклеить в сечере Просто здесь на траву, как все это делают Естественно, здесь доброго Ну еще раз говорю Сочи действительно очень зеленый И очень цветущий такой прям город Плачивает Достаточно много фонтанов, я заметил Да, видно, что они еще остались С советских времен, но тем не менее Следует отметить, что они функционируют Вот тут еще было, видишь, сколько прям сериалных фонтанов было, да? И там вот был фонтан Решили пройти, нашли в Сочи лунапарк И решили пройти еще через него Только он заброшенный, что ли? Ну, выглядит, да Хотя вывеска свежая Ну, написано лунапарк Но что-то как-то, да Лунапарком здесь особо не пахнет Кажется, мы нашли джунгли Джунгли из-за вод Конечно, могут быть И все, что водят в джунглях, здесь могут быть Здорово Ого Действительно джунгли В Сочи есть джунгли даже Джунгли из-за вод Здорово Мы впервые в жизни завели хинкали в Сочи Проказали две порции Занесли в воду горят Соответственно, сейчас я буду первый раз в жизни есть Хинкали вкусные Настоящие Ни какие-то, которые продаются в магазине В общем, по цене вышло 5 хинкали и 225 рублей Я не знаю, это дорого или дешево Это большие, они огромные То есть это не так перемешивают Понимаете? Ну да, посмотреть всю тарелку занимает Значит, мы берем запах, хвостик, откусываем кусочек Она как горячая такая, но вкусная Но потом можно кушать, а хвостик и не есть В общем, ел первый раз хинкали вот такие Как должны быть, да? Ну, если честно, мне не понравилось Во-первых, там была кинза, которую я ненавижу Во-вторых, я вообще не понял прикола Мне кажется, пельмени вкуснее Ну, это мое мнение Мое тоже сказать? Ну, давай Ну, мне кажется, прикольная такая Ну, как бы пельмени, да, это очень привычно А вот такие вот хинкали тоже очень прикольные Но мне они показались довольно-таки вкусными Но, знаете, что еще интересно? Мы были в заведении, да, это именно хинкальное Конечно, там разнообразное меню Но мы когда уже выходили, там, знаете, какая очередь? На улице стоит очередь, чтобы туда попасть А мы обратно возвращаемся Проезд стоит, кстати, из Сочи до Эмеретинных 100 рублей на автобусе Не знаю, это дорого или дешево Пишите комментарии На этом, в принципе, все Всем пока!